В украинском медиапространстве уже прочно закрепился мем «Северо-Донецкая петля смерти», она же «Северо-Донецкая смертельная воронка». Суть данного термина следующая. Северо-Донецко-Лисичанская агломерация, блокированная русскими войсками, является для украинских боевиков смертоносной ловушкой, в которой артиллерия планомерно и безостановочно их перемалывает. Ситуация, по мнению украинских экспертов, усугубляется тем, что русские не торопятся затянуть петлю полностью и окончательно, поскольку украинское командование продолжает закидывать туда все новые силы и вооружение, совсем как мясо в мясорубку. Так, на днях в Лисичанск переброшены остатки спецназа «ГУР» с заданием прорваться на окруженный северо-Донецкий завод «Азот» и помочь зажатым там боевикам вырваться из капкана. Справедливости ради надо признать, что этот попахивающий безумием шаг продиктован тем, что в окружении оказалось немало иностранных наемников. И руководство стран, откуда прибыли эти наемники, главным образом США и Британия, крайне нервно реагирует на перспективы их пленения и потому требует от Зеленского принять все меры, чтобы этого не произошло. При этом, согласно украинским же источникам, потери в этих местах уже значительно превысили те, что понесли украинские формирования в ожесточенных боях под Киевом. Но самое неприятное для Зеленского это то, что саму эту петлю связывают с его директивным требованием «Северо-Донецк не сдавать», а превратить его в символ украинского сопротивления. Вопреки настойчивым рекомендациям залужного отвезти оттуда войска и технику на более выгодную позицию. О конфликте на этой почве между Зе-Офисом и Генштабом в течение почти что месяца сообщали многие украинские ресурсы, в результате чего в общественном сознании укоренилось. Зеленский – стоять до последнего украинца, залужный – сдать Северо-Донецк, но спасти хлопцев. Таким образом, освобождение агломерации русской армии и гибель или капитуляция ее гарнизона будет со стопроцентной гарантией поставлено в вину Зеленскому. Тут необходимо отметить, что несмотря на все еще достаточно высокие рейтинги, количество врагов у него множится не по дням, а по часам. И что особенно неприятно и страшно для Банковой, многие из них начинают получать поддержку Вашингтона, крайне недовольного тем, что он целиком и полностью лег под Лондон и стал даже позволять себе манкировать распоряжениями и требованиями американцев. Более того, Зеленский прямо начинает играть в интересах Британии, даже в ее соперничестве с США. Даже его конфликт с заложным, которого поддерживают американцы, ложится в эту конву. Ведь одна из главных претензий The Office к Генштабу – это то, что он работает непосредственно и напрямую с американцами, минуя контроль Банковой, читай Лондона. Для Америки это вдвойне обидно, что именно она является главным донором режима, а сливки снимает Британия, попросту купив верхушку и раздав ее членам паспорта королевства. Возможно, сейчас американцы просто намекают Зеленскому, что он поступает неправильно, например, отказавшись от уже согласованной поставки ударных дронов. Но арсенал воздействия у США, конечно, несравненно больше – от негласной поддержки врагов Зеленского до сокращения военной и финансовой помощи. Кстати, положение режима сегодня выглядит не столь обнадеживающим, как совсем недавно. Во всяком случае, первые крысы уже его покидают, перемещаясь в стан противников. Так, секретарь совбеза Данилов перешел на сторону военных и обрушился с довольно жесткой критикой на деятелей зе офиса. В результате президент оказался в положении Цукцванга. Падение северодонецко-лесичанской агломерации является для него безусловной катастрофой. И чтобы отсрочить ее неизбежное наступление, он продолжает загонять в воронку смерти все новые и новые партии пушечного мяса и западного вооружения, тем самым делая катастрофу более масштабной и страшной.